Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ого! У тебя и правда талант к теннису? Все в его руках. В моих руках. У вас талант юноша. Это не то, что вы думаете. Не скромничайте. Не часто увидишь, чтобы не член клуба командовал персоналом так же, как я. Малиновый чай! Теодор Лакруа. Макс Сандермен. Стоп. Лакруа? Это же название кубка. Верно. А еще это фамилия президента этого клуба. Убрать со стола! Ого! Я больше не в посудина. Не знаю, как в посудина, но здесь исполняются все желания клиентов. А так и должно быть. Ты согласен? Соломинку! Да, так и должно быть. Омлет по-дельверски! Прекрасно. Стальной барабан! Макс! Макс! Внимательней! Прости! Малиновый чай! Матч! Мистер Злодимен, мисс Сандермен, вы проходите в финал. Муа! Что ж, похоже, матрасник выбрал себе в партнершу профессионалку. Видимо, мне придется сегодня расчехлить свою ракетку. О! Я не знал, что вы играете. Конечно, играю. Жаль, я не познакомился с тобой раньше. Ты бы стал отличным членом клуба. В отличие от моего напарника Лузера. Подъем, сенатор! Удачи, мистер Лакруа. Спасибо. Спортивный напиток? Предлагаю отпраздновать победу с сэндвичами с пеканом. Я быстро. Пустая трата злодейской ДНК. Что происходит, Макс? Я едва не проиграла. Ты должен мне помогать, а не устраивать музыкальный концерт. Вообще-то, я разговаривал с президентом клуба. Вот с ним. Лакруа Крут. Зачем ты заводишь здесь знакомство? Ты сюда больше не придешь. Ты уверена? Макс, что ты делаешь? Человек упал. Мой человек упал. Я могу его подменить. Макс, ты вовремя. Что? Не поняла, Сандер Слэм. Ты вроде как должен был помочь мне. Прости, Фиби, но оказывается, загородные клубы – это круто. Одного дня мне мало. Стоп. С сенатором все в порядке. Хотя нет. Членом клуба стану я. Торжественная сона на барабане. У меня ощущение, что ты постоянно что-то скрываешь. Послушай, если честно, у меня и правда много секретов. Ну, я не могу их тебе раскрыть. Вообще-то, лучшие подруги обычно все друг другу рассказывают. Что ж, все понятно. Нет, Черри, стой! Я три года убирал за ним какашки. И вот его благодарность. Мои смарт-часы! Я могу связаться с папой через детский монитор. Потерпи, Хлоя, сейчас принесу бутылочку. На помощь! Злодеи опускают меня в чан с раками-отшельниками! О! Первые слова Хлои. Помогите, злодеи опускают меня в чан с раками-отшельниками! Стоп, что? Пожалуйста, если кто-нибудь слышит, передайте папе. Я на фабрике по переработке брокколи в Метробурге. Помогите! Метробург? Надо позвонить папе. О, нет, он забыл телефон. Остается только одно. Проснись, мам! Проснись, проснись, проснись! Проснись! Макс, в беде! Проснись! Я не могу взять ребенка на битву со злодеями. Что же делать? Внимание, внимание! Разозленная Черри дуется на крыльце. Черри! Черри! Я так рада, что ты осталась! Я была вынуждена, мне нельзя ездить на велике рассерженной! Слушай, я знаю, ты еще злишься, но мне очень нужна помощь. Присмотри за Хлоей, пока я сбегаю по делу. Куда? В секретный магазин купить еще секретов? Поддерживай головку, спасибо! Фиби! Ты не можешь! Мы ведь больше не подруги! Громфургон на гиперскорости в Метробург. Использование гиперскорости пока невозможно. Давай, с любой скоростью! Выполняю. Громфургон, стоп! Залезай, Черри. Пора тебе все рассказать. Ребенок зафиксирован в кресле. А как это фургон едет сам? Мясо от Хэнка. Черри, ты что-нибудь слышала о Человеке Громе? Столько очаровательных малышей и столько замечательных товаров в магазине Тотс! Называйте уже победителя! А, они так быстро взрослеют. И победителем конкурса «Самый милый малыш» становится Бритни Уильямс! О-оу! Вы что, шутите? Вы выбрали эту мелочь? Что у нее есть такого, чего нет у меня? Свидетельство о рождении этого года. Забирай своего крошечного папу и уходи! Ладно! Я бы уползла отсюда, но я умею ходить! кто занял второе место и ты простите она вся пошла в мать как же хорошо что вы вернулись доктор колосса теперь лига злодеев снова обретет былую славу я готов дружище я уже придумал как с помощью уменьшающего луча превратить меня полис в мини меня полис как вам да здравствует зло смотри моя конечно радуется давайте праздновать мэтч пузырчатую пленку вы все еще тащитесь от этой штуки ничего не могу с собой поделать обожаю все лопать отлично хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп только посмотрите колосса идите сюда сделайте со мной селфи что такое боитесь что плохо выглядите у меня клешня вместо руки нет нет я только что понял что припарковался вторым рядом на крыше другой машины классический колосса что ж мне больше достанется хлоп-хлоп-хлоп-хлоп это никогда не надоедает макс привет доктор мирзоса я это заслужил прости меня старый друг пусть они считают что я стал слюнтяем но я никогда не предам своего приятеля макса стоп ты правда меня спасешь а как же король кровь это ракообразная он меня ни капли не пугает серьезно пожалуйста не щупайте меня да как это трогательно прошу прощения вытру слезы своей клешней ладно вы меня поймали макс эндермен и я мои друзья тогда думаю вы будете не прочь зависнуть вместе почему-то я чувствую что в этом есть и моя вина не могу в это поверить а можно мне отдельный чан с раками отшельниками я не буду вас разделять этим займутся мои голодные маленькие друзья я вижу ты разглядываешь старые засохшие кисти коллекционер хорош я пришел за комиксами у тебя есть майки я не ношу майки а похож на чувака у которого их полно у у меня полно комиксов но я не продам их мальцу который меня обзывает даю 50 баксов будут тебе майки но как говорится то что для человека хлам для чудика хлам стоимостью 50 баксов это приложение ищет не симпатичных парней а глупых приколистов о мам зачем ты унесла эту коробку я сама хотела я не уносила о нет может кто-то вынес ее на улицу чтобы продать эту коробку заберут разве что мусорщики что если тебе понравился этот мусор то возьмите штаны эй макс ты видел коробку с мамиными вещами видел и продал что макс в этой коробке был мамин электрохлыст он бедняга ему придется его выбросить нет это настоящий хлыст он очень опасен в руках обычных людей надо его вернуть иначе покупатель может серьезно пострадать к счастью я не слишком привязываюсь к своим клиентам раненый ребенок плюс злая мама равно отсутствие бассейна равно расстроенный макс эй парень стой а я могу применить все верни коробку ну что макс видел коробку конечно хорошо он отнес ее на чердак разве я стояла бы здесь пряча глаза если он не отнес его на чердак пора дать бой жаре о замороженные носки как мои дети могли стать такими странными замороженные трусики чудикомобиль должно быть это здесь да это здесь чего тебе хипстер слушай я продал тебе эту коробку по ошибке и хотел бы ее у тебя выкупить вот твоя двадцатка я дал полтинник мистер бакенбарды точно стоп тут кое-чего не хватает ты имеешь ввиду настоящий хлыст электры не знаю где ты его взял но обратно ты его не получишь уолл-стрит кончай меня обзывать и давай сюда я не отдам тебе этого красавца и вообще я отдам его только самой электри а мы оба знаем что это невозможно чайна таун что как будто четыре замка меня остановит а вот это уже может я очень рад что ты получишь эту накидку что дай угадаю ты рад потому что надеешься получить доступ к супероружию абсолютно верно вот список ладно я спрячу его в безопасное место дело плохо конечно если он упадет все чипсы раскрошатся меня ведь никто не видел да макс макс но печеные чипсы лучше бы он упал идем я знаю другой путь у нас серьезные проблемы вчера кто-то все заснял смысле как я зажигал на танцполе я не об этой проблеме а об этой волшебный ветер спасает падающего тусовщика видео стало вирусным если родители его увидят то поймут что это телекинез и что я была на этой вечеринке и прощай накидка мама и папа считай практически пенсионеры они не смотрят такие видео я видела вирусное видео в утренних новостях я позову отца и мы с вами серьезно поговорим вы забыли об утренних новостях это как бы интернет для пенсионеров уже утро мы живы у нас получилось доброе утро ребята отличное убежище конечно мое было непромокаемым но что с меня взять я всего лишь рекордсмен ну ладно чтобы отпраздновать ваши достижения я решил показать вам мой кубок показать мой кубок только рекордсмены могут его трогать знаешь нора жить на улице не так уж трудно главное перестать плакать и придумать где писать ты прав попробуем побить папин рекорд конечно что что у нас проблема я знаю били и нора хотят мой кубок потому что он предназначен для детей идем люди без кубков такие злые это то о чем я думаю да волшебный ветер поаплодируем маме природе это был не ветер монитор инфракрасный спектр телекинетические волны я немедленно требую объяснений хорошо в общем так хотя я вчера сделала много хорошего вы должны знать что я его спас макс его спас стоп что простите это я я тот герой что спас этого олуха постой я не ослышался макс андермен увидел человека в опасности и спас его похоже примерно что-то в этом духе сознательно ладно я понял вы считаете что я не способен на героизму я это сделал барб ты знаешь что это значит что ты задумал хочу чтобы ты получила накидку а потом ты предоставишь мне доступ к оружию лиги героев я уже сказала что этого не будет тогда я скажу маме и папе что ты была на вечеринке пока накидка ладно можешь поиграть с одним оружием один час в лиге героев безумно рады макс сначала они не поверили и повесили трубку но мы позвонили еще раз и убедили их внимание внимание входящее сообщение от суперпрезидента крутисон суперпрезидент крутисон фиби я же говорил тебе что она позвонит спокойно привет сандермен привет фиби мы все весьма впечатлены твоими последними супергеройскими деяниями это достойно одобрения фиби ты получишь накидку а теперь с огромной радостью объявляю что последнее в этом году накидка супергероя достается и так максу сандермену кто-то меня звал звоните в звонок о глядите-ка кто у нас тут в майке сейчас жарко неважно я хочу тебе кое с кем познакомить электро привет гражданин электро это правда вы да это правда я надеюсь ты выключаешь свет выходя из комнаты выключаю нет я буду я полагаю у тебя есть одна моя вещь да да ваш хлыст прошу моя высоковольтная королева ого я вижу ты фанат электры то есть меня конечно вы моя героиня я сейчас я спрятал ваш хлыст на случай если его захочет украсть ваш заклятый враг блокаут хорошая идея малыш она не должна попасть в его руки то есть ее то есть ее разряд ого даже не верится что эти перчатки работают мне тоже я сделал их из детали твоего ноутбука надеюсь он скоро вернется странновато всюду видеть мамины лица не только лица это словно ее музей этот одинокий лузер прилепил мамина лицо на обложку журнала супергерой нет думаю она настоящая это все настоящая электро устраивает короткое замыкание армии роботов электро спасает белый дом и зажигает елку как она могла все это сделать она термостат не может включить это она только сначала ответьте какой из ваших поединков ваш самый любимый это все равно что назвать любимого ребенка невозможно хотя наверное это моя старшая дочь что ж это было прикольно но электри надо быть на благотворительном мероприятии для детишек которым нужны новые батарейки так что я возьму свой хлыст простите еще один вопрос что произошло с вашим напарником с напарником с моим напарником я как раз ему рассказывала об этом расскажи ему на меня не смотри до сегодняшнего дня а я думал что папа был ее напарником еще один разряд а не Включай эти штуки! Ты не настоящая электро! Лжецы! Уиггиди-уиггиди-уип! Эй, что ты делаешь? Что-что? Уиггиди-уиггиди-уип? Так говорила электро? Нет. Это Седрик придумал. Дорогая, ты не видела мой плащ? Посмотри в кладовке. Я боялся, что ты это скажешь. Барб? Что такое? Когда? Как? Что происходит? Вы всегда хотели новый туалет. Мы не побоялись запачкать руки, и вот вуаля! Унитаз работает, пользуйтесь! Надо же, они управляются с домашними делами лучше, чем мы! Ты не мог повесить люстру, а они это сделали! Да, у меня бы руки не дошли. Нельзя, чтобы они выиграли пари. Представляешь, что будет за жизнь, когда они будут за старших? Как вам ваш новый прикид? Отстой. Мы не можем ходить в таком виде. Вы никуда не пойдете, пока не доедите. Ну, мы же всю неделю едим конфеты. У нас зубы выпадают. Этого нельзя допустить. Как я буду есть стейк? Мы должны сделать так, чтобы в их дежурство дом развалился. Начнем. Ручка сломалась. Уже поздно, партнер. По идее, ты должна вовсю орудовать клеем и блестками. Я не собираюсь готовить наш проект одна. Серьезно? Ты знаешь, что я помогать не буду. Так что выпусти своего упрямого, занудного внутреннего монстра и приступай к работе. Нет. Я буду бездельничать, пока ты не поможешь. Правда? Что ж, это будет круто. Я поем и подожду, пока ты сломаешься. Ладно, ты выиграл. Наконец-то! Меня уже тошнит. Хочешь знать, почему я готовлю китайскую еду? Потому что мой план сработал? Потому что так делают супергерои. Они готовы на все ради команды. Хотя, что ты можешь об этом знать? Серьезно? Супергерой? Если б ты не сбежала в команду Уинни, то осталось бы Сара, и ее дракон не развалился бы. Это ты его испортил? Я попал в их группу, потому что ты сбежала от них. Типичный Макс, я не виноват. Мой девиз 2005-го. Знаешь, твоя легенда уже всем жутко надоела. Ты не лентяй, который хочет пятерку. Ты трус. Ты стал суперзлодеем, испугавшись, что я буду лучше тебя, как супергерой. Ты хоть попытался? Я даже не собираюсь тебе отвечать, потому что да, я ленив. И потому что у тебя нож. Все, что ты делаешь, обусловлено твоим страхом неудачи. Ты думаешь, лучше не пытаться, чем потерпеть неудачу? Вот твой девиз. Ты лучше думай о готовке, а не обо мне. Так и должно быть. Они думают, что они крутые, если смогли повесить люстру. Что ж, они облюстрят штаны, когда эта штука упадет. Вот. Отлично. Я сожгла все цветы, которые они посадили. Посмотрим, как они их восстановят за ночь. Молодец, милая. А ты что делаешь? Я выкрутил болт из люстры. Когда дети будут ее мыть, бум. Гениально, да? Нет, это безумие. Я просто сожгла несколько тюльпанов, а ты покалечишь детей. А это всего лишь небольшой урок для них. Хэнк. Доброе утро. Наступил решающий день. Зачем лестница? Ну ладно, я скажу правду. Мама выкрутила болт из люстры, чтобы вас подставить. Ого, вы будете наказаны, когда мы выиграем. Вы уже выиграли. Вы ведете хозяйство гораздо лучше нас и без особых усилий. Это точно. Вы приготовили бекон, а я едва не уронил вам на голову люстру. Я не должен быть здесь главным. Мои поздравления. Прикинь, Билли, мы теперь главные. Хэнк, Барб, уберите все из главной спальни. Мы будем разводить морских свинок. Мам, пап, стойте. Билли, что ты делаешь? Прости, Нора, но мы не достойны разводить морских свинок. Если честно, мы пытались все делать сами. Но вы были правы, это очень трудно. Поэтому мы позвали на помощь ваших старых друзей. Билли, нет. Выходите. О! Горничная. Умелец. Зеленый палец. Чужие в доме. Это что, вы все сделали? Да. Что ж, теперь мы знаем, что для обеспечения порядка в доме нужны три супергероя. Четыре! Железная сковорода, и ты тут. Вперед, сковорода! Я так скучал по всем вам. Эй, а зачем тебе этот домашний сыр? Нора хочет увидеть снег на Рождество, и я его сделаю. Правда, к тому моменту, как она его откроет, он станет зеленым и вонючим. И куропатка сидит на груше. Однажды я срублю это дерево и сделаю пирог с грушами и куропаткой. Макс, ты прям как Скрудж. О, Фиби, спасибо за комплимент. Эй, Барб, мне что-то в глаз попало, не посмотришь? Ладно, взгляну. Ой, гляди, кто оказался под омелой. Ты должна меня поцеловать. Ты меня поймал. Закрой глаза. Я готов. Пап, играешь в недотрогу? Мне это нравится. Эй, пап, зачем тебе огромный блок льда? Можно я его полежу? Нет, 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 он не для лизания, он для... Для чего он, Хэнк? Нора была права насчет того, что мы должны сохранять традиции. Все, что надо сделать, это поднять этот лед в облака, и у нас будет снег. Скорее всего, будет смех. Ничего, пап, я в тебя верю. Спасибо, Нора. Человек-гром, вау! Почему он всегда это делает именно тут? Ну вот, теперь все готово. Сейчас будет снег. Ну, папа, ты сделал все, что мог. Ну-ка, перестань его лизать, Билли. Вообще-то, я не могу. Выход. Глупая Фиби с ее глупым рождественским духом. Не суйся в мое логово! Спокойной ночи с наступающим. Я пытался ее остановить, но Рождество оказалось сильнее меня. Я забью это праздничное веселье расслабляющими звуками. Так-то лучше. Тебе, типа, стоит проснуться, Макс Сандермен. Мам, пап, Фиби окончательно двинулась! Не бреть. Я не Фиби. Я дух прошлого Рождества. Исчезни! Как ты это сделала? Я же сказала, я не Фиби. Я пришла показать, что все твои попытки сорвать Рождество провалились. Позорно! Хорошо, дух прошлого Рождества. Скажи мне, когда такой прикид был в моде? В восьмидесятые телепень. А теперь я покажу твои жалкие потуги. Я всегда срывал Рождество и всегда буду. Ты прав. Иди спать. Повялся! Эй! Это наш дом в Метробурге. Да, ну. Это ты и Фиби с родителями в ваше первое Рождество. И твой первый отстойный подарок предкам. С Рождеством тебя, Фиби! С Рождеством, Макс! О, я крут! Прямо в цель. Выкусила. Смотри, смотри. Хэнк! Он назвал мое имя. Первое слово Макса – это Барб. Нет, нет, я сказал Барб. А по-моему, Барб. Это же самый лучший рождественский подарок. Говори, что хочешь, но я ее все же испачкал. Я испортил это Рождество точно так же, как и все остальные. Точно? Конечно, клянусь Санта-Клаусом. Что ж, давай это проверим, Макфлай. Эй, заканчивай, а то я тебя испачкаю. Эй, это наше последнее Рождество в Метербурге. И все из-за меня. Чего вы ждете? Открывайте подарки! Круто! Да исторические каки! Билли, это же уголь! Фу, гадость. Ха-ха-ха! С Рождеством, Олухи! Ха-ха-ха! В тот раз все прошло безупречно. Я так испортил всем настроение, что мы переехали. Ну, ты в принципе прав. Но лишь от счастья. Есть идея. Дайте мне ваш уголь. О-о-о! В жизни не видела такого большого бриллианта! Мы богаты! Ну, не богаты, но... Может, это позволит нам уйти на покой и проводить больше времени с детьми? Мы переедем в пригород, и у них будет нормальное детство! Я много слышала о Хидер-Вилле. Надо увезти Макса подальше от суперзлодеев Метробурга. Рождественский дух рулит! Спасибо, Макс! Не благодари! Лучшее Рождество на свете! Готовы или нет, я иду! Нашел! Что-то ты долго! Папа же собирался на йогу. Почему он вернулся домой? То, что делает папа, не наше дело. Пойдем, посмотрим, что он задумал. Что он делает в кладовке? Может, перепутал с туалетом? Со всеми случается. Готово? Попался! Очень странно. Куда он делся? Я не знаю. Он должен быть где-то здесь. Привет. Привет. Ну что, поехали в кино, пока Макс не появился. О, привет, лузеры! Поздно. Ну, где Йети, о котором ты мне написала? Он на него никак не тянет. Ну ладно, я признаюсь, мы не пойдем в кино. И Йети не существует, глупышка. Я надеюсь, что парень, который мне нравится, и брат, с которым я вынуждена мириться, смогут поиграть в баскетбол и найти общий язык. Если для тебя это так важно, я готов попробовать. Фиби, я не готов попробовать, но готов обыграть этого лузера в баскетбол. Ха-ха! Не получится, чувак. Да ну! О! Ты играешь грязно! Мне нравится. Вот так и рождается дружба. Я не понимаю. Взрослый человек не может вот так просто исчезнуть. Если только он не невидимка, доктор-фантом, ковбой-призрак, человек-парк... Я о папе! Его здесь нет. Но я его чую. Нет, это просто его вонючие ботинки. Ого! Ну что, нажмём? Она слишком красная, чтобы не нажать. О! Секретная комната! Давай скорее посмотрим, какие сокровища там хранятся. Фу! Гол! 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 Ха-ха-ха! Да! Я бы посмеялась, будь это чужая, папа. О! Привет, дети! А-а-а! Дети! А-а-а! Вы поглядите на эту комнату, которую мы все нашли одновременно. Хватит, папа! Что это за место? Ну ладно. Я вам расскажу. Это моя сверхсекретная супергеройская комната наблюдения. Сейчас я обеспечиваю безопасность всех, кто присутствует на матче. Пап, ты лучший. Я хочу быть таким же, как ты. Билли, оглядись! Как автомат с куриными крылышками может обеспечивать безопасность людей? И взгляни на его лицо! Он врёт! Ха! То, что он без штанов, это явно неспроста. Ну, хорошо. Это тайное убежище Человека-грома. Когда я говорю маме, что иду на йогу, я проскальзываю сюда, чтобы насладиться тишиной и покоем. Судью на мыло! На мыло! Пусть это убежище будет нашим секретом. Нельзя ничего рассказывать маме. Конечно! Мы ничего не расскажем маме о нашем убежище. О нашем? Убежище. Лучшая тайная комната в мире! Внимание! Интересно. Билли хочет выигрывать забеги, а нам надо выиграть забег. Да, но даже твои друзья могут заметить, что Билли не крыса. Он может стать крысой, если облучить его из животнайзера. С его помощью папа превратит колосса в кролика, а мы можем превратить Билли в крысу. Знать бы еще, где он. Я знаю, где он! Ага. В жизни не доверю тебе секрет. Скажи, где он? Я не могу. Папа убьет нас. Эта штука жутко опасна. Он на кухне! Почему я это делаю? Потому что ты знаешь, что это правильно. В возрасте Билли мы спокойно пользовались суперспособностями, ничего не скрывая. мы будем плохими братом и сестрой, если не превратим его в крысу. Вот, другое дело. Давай, Фиби, сболтни еще что-нибудь. В верхнем шкафу рядом с холодильником потяни за банку с брюссельской капустой. О, это было так приятно. Брюссельская капуста? Животнайзер! Как же он прекрасен! А как ты его нашла? Чипсы, печенье... О, брюссельская капуста? Ты предпочла брюссельскую капусту чипсом? Ее качанчики словно детки обычной капусты. Ты знаешь более милую еду? Абрикосы? О, точно! Они же детки персиков! Вот так ты сможешь с помощью суперсилы выиграть бега в Хидденвилле. Крысиный бега? Да, это не то, но... Это даже лучше! Я смогу исполнить сразу две мечты! Ты что, мечтал стать крысой? Он согласен, помолчи. И не волнуйся, Билли. Животнайзер может превратить тебя обратно в человека. Чтобы это доказать, Макс сейчас облучит меня! Забудь, колосса. Но я хочу снова быть человеком! Он же когда-то был человеком. Да, Билли, обещай, что не скажешь маме и папе. Мои крысиные жабры будут на замке. Он знает, что такое крыса? Скоро узнает. Вот облом! Не получилось! Вы просто увеличили комнату! Да, это Билли. Ну что, Нора, ты готова побороть страх перед крысами? Зачем это нужно? Ведь бояться крысы-то нормально! Ну да, но ты супергерой. А на свете много злодеев, имеющих отношение к крысам. Профессор Крысо, Крысавчик Джо, Томми Сыроед, Рикки Крысиный Глаз. Франкен Крыс, Крыс Зила, Крыс Астроса. Я поняла! Я по Борюстра! Макс, ничего, если Нора возьмет в руки одну из крыс? Конечно. Что она делает? Наверное, она кричит на чистоте, которую мы не можем слышать. Что ж, она готова к поединку со стеклянным человеком. Давай найдем Билли. Может, он ее успокоит. Нет, не надо. Мы с ним только что говорили. Он все еще расстроен и не хочет с вами разговаривать. Да, мы сообщим вам, когда он сменит облик. Гнев на милость. Эй, Макс, скоро твоя крыса с позором продует, и мы будем зажигать на маминой газовой заправке. Мы будем зажигать на танцах, пуская газы после бургеров с чили. Отличная шутка, Макс. Кто это сказал? Что сказал? Отличная шутка, Макс. Спасибо, Ангус. Это становится странным. Давайте начнем. Да, давно пора. На старт. Внимание. Вперед, крысы! Это самая быстрая крыса в мире. Какой подливкой ты ее кормишь? Молодец, Билли. Что это за кличка, Билли? А это кличка победителя. Э, Билли. 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 Билли, ты спас танцы. Ты был крут, дружище. Я знаю. Все скандировали мое имя. Это лучший день в моей жизни. Жаль, придется превратить тебя обратно. Не надо. Я, наконец, применил суперскорость и выиграл забег. Не хочу опять скрывать свои способности. Извини, друг, но если папа узнает, что мы использовали животнайзер, он нас превратит в крыс. Круто. Мы устроим забег, и я надеру ваши маленькие крысиные задницы. Ладно. Рада, что тебе понравилось, но все кончено. Не для меня. Пока, олухи. Билли. Билли. Кто сделал меня синим? У каждого из вас были мотивы превратить меня в странного, но симпатичного синего черта. Впечатляюще. Должен признаться, для меня честь быть подозреваемым. Этот жалкий кролик напомнил мне, кто является первым подозреваемым. Человек-гром. Ему приходилось мстить злодеям, которые делали ему что-то плохое. Не буду хвастать, но да, у меня неплохо получалось. Подложить синие бобы в мой сплоги было бы идеальной местью за то, что я сделал тебе. О, сплоги. Я сказал всем, что больше тебя не увижу, но ты просто божественное блюдо. Мам, папа опять ест сплоги. Пора удаляться. Сандермен! Я ради прикола укрепил потолок громотаниумом. А еще мамы нет дома. Хэнк, ты просил помочь тебе завязать со сплоги, потому что ты пачкал ими рубашки. Что ж, ты мне неплохо помогаешь, Барка. Как ты вообще достаешь эти сплоги? Я же принесла в бургерную твое фото с надписью «Не кормите его». Что? Слушай, мам, это мое расследование и следующее подозреваемое это ты. Откуда вообще доносится этот звук? Из телефона. Так, мам, я знаю, что ты задумала поквитаться со мной после того инцидента. Мама, Мэдди, Мэдди, мама. У вас шикарный браслет, миссис Андерман. Винтажный. Спасибо, он принадлежал моей прабабушке. Примерь его. Он тебе очень идет. Поэтому мы хотим подарить его тебе. Серьезно? Серьезно? Да, это подарок от нас. Что ты делаешь, Макс? Она мне нравится. Не будь такой, мам. Не быть такой? Ты прекрасно знаешь, что я и есть такая. Ты должен вернуть этот браслет. Ну ладно, Мэдди, нам пора. Пока, мам. Спасибо, миссис Андерман. Не за что. Девочка, которую я даже не знаю. Ну что, мам, если это твое настоящее имя? Ну да, я недовольна, что ты отдал браслет моей прабабушке девушке, которую встретил в магазине телефонных аксессуаров. Но мы с папой не делали тебя синим. Ты права. У вас кишка тонка для такого преступления. А знаете, у кого не тонка? Секунду, телефон застрял в кармане. У норы! Да я бы никогда не... Кончай строить невинность. Я знаю, у тебя на меня был зуб. Эй, доктор Колосса, вы видели мой желтый бантик? Да, рядом с тем ведром. Но он коричневый. Потому что Макс чистил и мою клетку. А я в ней здорово напачкал. КРИКИ Ах, да, я об этом забыла. КРИКИ Ау! Больно! Но еще больнее то, что это мог сделать мой собственный брат, Билли. Надоели эти звуковые эффекты. Обязательно так драматизировать? Вообще-то я выгляжу как огромный коржик, так что да! Зачем мне это делать? Изместим! Тоннель в город сластей! Макс, ты был прав! Он существует! Сла-си-с! Я сделал еще целых три попытки! Макс, все это лишь показывает, что ты тот еще негодяй. А нам это уже и так прекрасно известно. И это говорит девушка, у которой было больше всего причин сделать меня синим. И все? А эффектная фишка? Я не закончил, эффектная фишка! О, спасибо! Ты хотела мне отомстить с момента нашей последней ссоры, не так ли? Да! Я первая! Эй! Вам запрещено здесь одновременно находиться. Опять будете едой кидаться? Шлеп бургер! Место изысканное! Раньше здесь обувь продавали. Прошу, Макс, у меня встреча с друзьями. Уйди! И еще чего! Я пришел с Мэдди! Ты уходи! Ладно, есть лишь один способ это решить. Камень-ножницы! Камень-ножницы телекинез! Что? Эй, Шерлок, вот тебе загадка. Если меня не впустили, то как я сделала тебя синим? Ты просто... Ты сама знаешь. Что у тебя здесь? Кололся вон из моей сумки! Я ее позаимствую. Как она туда попала? Ты пришла в шлеп бургер под видом странной русской девушки. Не так ли, Татьяна? Ой, ой, ой. Что? Еще ребенок? А еще говорят, мы плодимся как кролики. Да, и старший брат Макс уже знает, как сделать его злодеем. Научить злодейскому алфавиту? А, это арест, Б, бандитизм. Нет! Я настрою свои смарт-часы на частоту этих детских мониторов и буду во сне учить его всяким злодейским штучкам. А, отличная идея! Дай-ка я освобожу тут место. Эй, не трогай полотенце! Животнайзер, ты хотел превратиться обратно в человека? Как ты вообще узнал, где он? Ты разговаривал во сне. Остальное было просто. Ну что, Биви, сыграем в игру «Потяни за банку брюсельской капусты»? А как? «Потяни за банку брюсельской капусты». Ты выиграл! А теперь уходи. Ты хотел превратиться обратно в человека и уйти? Всего на пару часов. Я не хотел тебе говорить, но... посмотри в моем почтовом ящике. Добро пожаловать в наш дом. Поздравляем, Лига Злодеев признала вас... Злодеем десятилетия? Как колосса, это же здорово! Да, сегодня они устраивают церемонию в мою честь. Но если я приду как кролик... Все поймут, что твой отец победил меня, а я буду унижен. Ты мог просто попросить. Я думал, ты откажешь. Я могу пойти? Нет. Если папа узнает, что я хоть на минуту превратил тебя в человека, он нас разлучит. Извини. Спрячу его там, где ты его никогда не найдешь. Секрет там в ящике стола? Нет. Думаешь, я совсем глупый, что ли? А, ну значит, под волуном. Да кончай уже! Дворец пиццы Миссис Вон. Ты опоздала! Где ты была? Черри, я прошу прощения. Я узнала, что у мамы будет ри... распродажа выпечки. А как здесь дела? Ну, я боялась подойти и начать разговор с Джоей, но теперь, когда ты здесь, все будет хорошо. Привет, Джои. Привет, Нил. Хлеб? А, конечно. Меня тошнит от жевания. Я схожу за ложками. Стой! А, Фиби, не ходи! Я скоро вернусь. О, здрасте, Миссис Вонг. У вас ложек не найдется? Да, для пиццы? Ха, похоже, все остальные ее неправильно едят. Держи, чудачка. Спасибо. О, стойте! Это грязное. Так помой, я тебе не мама. У меня есть кот по кличке Пирожок, а у тебя есть животное? А, Черри, можно тебя на секунду? Да. А, прошу прощения. Я, кажется, разговаривала слишком громко. Ты просто нервничаешь. Давай ручки. Тебе совершенно не о чем волноваться. Ты нравишься Джои, и потом у тебя просто убойные военные ботинки. Что бы я без тебя делала? Но больше меня не оставляй. Хорошо, обещаю. О, на чем мы остановились? Салат «Цезарь» для дамы. Ого! Похоже, заводить ребенка – это очень напряжно. Это точно. Большой живот, отекшие ноги. Да, и мама тоже не в форме. О, папуль, если в больнице у тебя будет время, может, соберешь в доме? Хэнк, выбросы энергии становятся все сильнее. Все нормально, но если это произойдет снова, постарайся не попасть в... Система повреждена. Приблизительное время восстановления – два часа. О, нет! Хэнк, что же делать? Все в порядке, не паникуй. Просто я доставлю тебя по воздуху. Ты что? Вдруг я рожу в полете. Помнишь, что произошло в прошлый раз? Почему ты показываешь на меня? Что было в прошлый раз? О, нет! Что, что с тобой? Время. Нет, не время. Да, да. Нет, не может быть. Ты должна его сдержать. Сдержать? Я не могу его сдержать. Но ты не можешь родить ребенка супергероя в больнице для обычных людей. Я знаю. Что ж, тогда придется родить его здесь. А кто примет роды? Ты. Я? Что было в прошлый раз? Что? Я должен с тобой поговорить. О, Макс. Я польщена, но ты брат моей подруги. Я не думаю, что нам с тобой... Да я не насчет свидания. Я хочу сам передать это письмо Линку. Поговорить с ним. Уладить все это. Это так мило с твоей стороны помочь Филипу. Только не говори ей ничего. Еще подумай, что я за нее волнуюсь. У тебя все-таки есть сердце. Ты точно не хочешь меня пригласить? Потому что я бы с тобой... Привет, новый хит. Ты ко мне обращаешься? Я здесь единственный праздничный персонаж. Следовательно, ты обращаешься ко мне. Ты изгрыз всю нашу одежду? Я не отвечу на этот вопрос, пока не надену свой костюм адвоката. Я не могу надеть эти шорты. Тогда все заметят, что я сейчас не ношу нижнее белье. Эй, а как вы мне собираетесь отомстить? Мне понадобится рвотный пакет? Да, потому что тебя ждет центрифуга. Нет, Билли. Мы этого больше не делаем. Забыл. Что происходит? Нет, сначала ваши родители стали паиньками, а теперь вы меня не наказываете. О, нет. Я что, перестал вас бесить? Мама и папа говорят, что супергерой не должен опускаться до уровня суперзлодея. Так что мы тоже будем с тобой добрыми, что бы ни случилось. Серьезно? Идем, Билли. Мы с мамой идем покупать одежду. Да, ты должен носить трусы. Внимание, внимание. Приближаются Ойстер, Гидеон и странный юный немец. Привет, парни. Прочли текст новой песни? Что происходит, ребята? Все в порядке, а? Вопрос в том, в порядке ли ты? Мы прочли песню. Мы знаем тебе плохо. Штрудл? Оставь себе, Штрудель. Это всего лишь песня. Когда мы были вместе, мое сердце так билось, а теперь тебя нет, и оно остановилось? Это не песня, а крик о помощи. Да это просто стихия. Обычные, впечатлительные юные девушки. Парня, ведь я парень. Лишь тот, кому больно, может писать такое. Я знаю. Когда-то я сильно обжегся из-за девушки. В буквальном смысле. Ощипцы для завивки. Кто не обжигался? Но Макс утяжелей. Серьезно? Да. Ты пишешь, что не знаешь, что ты сделал не так. Я не знаю, что я сделала не так. Я... Я хочу помочь тебе, милая, но лишь один человек может ответить на твой вопрос. Я знаю! Я скоро вернусь. Он это есть не будет. Налетай! У нас были доверительные отношения, мы всем делились друг с другом. Я знаю, дорогая. А теперь он даже не отвечает на письмо. О, просто мальчики очень глупые. Я знаю! Фиби, я должен поговорить с тобой о Линке. Не, называй это имя. Я в холодильник. Макс. Оставь ее в покое. Она не хочет слышать, сам знаешь о ком. О, надеюсь, она не найдет. Сосиски, подаренные Линком? Добро пожаловать домой, семья. Папа, что происходит? Я не знаю. Вы все были так добры ко мне, что я решил приготовить праздничный ужин. Ого, мам, колосса тоже последовал твоему примеру. Что ж, я этого не ожидала, но, может, наши старания заставили его измениться? Нет, все те же листья и трава. Мы не будем это есть. Серьезно? Какой пример ты подаешь детям? Могла бы хотя бы попробовать. Какая чудесная трава. А мы-то глупые ее скашивали и выбрасывали. Ну же, дети, ешьте. А то родители подумают, что вы плохо ко мне относитесь. Напоминает тот раз, когда я упала лицом на футболе. Просто объедение. Откуда она? Из парка для выголоса. Мне плевать, что это плохой пример для детей. Я больше с тобой любезничать не буду. Можно я его сожгу? Я поджарю этого кролика. Наконец-то вы снова меня ненавидите. Вы хотите, чтобы мы вас ненавидели? Да. Я же суперзлодей. Если я не бешу супергероев, то моя жизнь не имеет смысла. Значит, как ни странно, то, что я сейчас сделаю, должно полностью тебя устроить. Твой ход, пустомеля. Вот это совсем другое дело. От имени капитана Норы и второго пилота Питера Фишера благодарим, что выбрали нашу авиакомпанию. Мы летим! А-а-а! Мы падаем! Спокойно, без паники. Макс! Мама! Всем срочно паниковать! Прячем улики! О, вы такие милашки. Вы случайно не видели посылку? Наш сосед мистер Фишер сказал, что ее доставили нам по ошибке. Мы ничего не видели. Правда, Билли? Какой же вертолет? Ну, Макс клянется, что не брал ее, но я должна была проверить. Максу верить нельзя. Но вам же можно? Да. Да. Мои поздравления. Ваше первое преступление. Что? Мы не совершали никакого преступления. Расскажешь это копам, когда приедут арестовать вас за кражу. Они повесят на вас все, что можно. Правда? Я им что, вешалка? Это возмутительно. Все, что надо сделать, это подчинить вертолет, положить его в коробку и сказать, что мы его нашли. Мы станем героями. Поздравляю с первым сокрытием преступления. Что ж, Линк, я разрешаю тебе сходить на свидание с Фиби. Вижу, тебя хорошо воспитали. Итак, Макс, когда придет Злодимен, скажи, что ты его фанат и мечтал о таком отце. Звонят. Я открою, я открою! Здрасте! Я фанат вашего отца! Вот позор-то! Пап, что ты тут делаешь? В твоей машине сработал сигнал тревоги. И я сразу приехал сюда. Интересно, кто нажал кнопку? Проходите, мистер Линк. Злодимен. Майк Злодимен. Спасибо. Постойте-ка, у вас знакомое лицо. Вы же тот актер из рекламы матрасов, да? Я уложу вас на самый мягкий и уютный матрас. Эй, Хэнк Сандермен, присаживайтесь. Ох, мне было очень приятно познакомиться с Линком. Похоже, он хороший мальчик. О, да, даже слишком хороший. Ох. А у меня с сыном все совершенно наоборот. Махнемся? Я знаю этот смех. Нет, не знаешь. Ты впервые видишь этого человека. Ты Злодимен. А ты Сандермен. Ой-ой-ой. Нет, 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 нет. Я не позволю вам уничтожить еще один дом. Или даже город. Не разбрасывай зря искры, Электро. Мы с Линком как раз собирались уйти. Идем. Вы не уходите. Это я вас вышвыриваю. Сын Злодимена, ты что, серьезно? Я запрещаю тебе встречаться с этим парнем. Мой суперкрасавчик. Моя ледяная база. Раптор-бунтарь, я пришла одна. Почему ты одета, как в черно-белом фильме? Я крутой репортер с чутьем к новостям. Ты изучаешь журналистику в школе и ваш препод физрук. Ладно, скажи, откуда взялось это имя, Раптор-бунтарь? Некоторые вещи, касающиеся моей легенды, должны быть скрыты завесой тайны. Почему здесь так темно? Мам, ты уничтожила мою завесу тайны. Извини, милый. С кем это ты здесь говоришь? О, привет, Фиби. Почему ты одета, как героиня черно-белого фильма? Ты Раптор-бунтарь? Как ты можешь им быть? Ты вечером был дома, я тебя видела. Ты действительно меня видела. Алло, школьные уборщики Америки? Я могу поговорить с отделом отдирания жвачки? Макс дома. Тише, Макс. Простите, это мой брат. Он глуп, как пень. Он здесь не единственный глупец. Да брось, Макс, я в жизни в это не поверю. Это слишком просто. Фиби, ты не должна никому говорить, что я Раптор-бунтарь. Брэдфорд заставит меня работать в столовой и носить сетку для волос. Мои агривы этого не вынесут. Ладно, расслабься. Макс, я дала тебе слово. А супергерои всегда держат слово. Спасибо. Но еще я хочу пятерку. А вот и подвох. Мне нужно эксклюзивное фото Раптора до того, как появится новый плакат. А лицо замажешь? Как и на всех твоих фото. Ладно, я согласен. Отлично. Итак, первый вопрос. Макс? Начинай без меня, я за сэндвичем. Я никогда не делала таких вещей, всегда притворялась нормальной на людях. Нормальность, это так скучно. Мой отец теперь продает матрасы. Он, по сути, просто спит на работе. Ох, мой папа на пенсии, он весь день спит на кушетке, а потом идет в постель. А ты не боишься, что нас поймают? Нет, единственное, что Макс умеет делать хорошо, это врать родителям. И, похоже, мне. Вон они. Я первый. У них столько общего. Фиби, у тебя большие неприятности. Я же тебе строго-настрого запретил общаться с этой паинькой. Из-за ваших разногласий? Но мы не вы. Почему нам нельзя общаться? Твоя дочь манипулирует моим сыном. Повезло тебе, что здесь столько людей. Думаешь, меня когда-нибудь волновали люди? Хватай трубу, лопух. Пап, нет, пап. Не делайте этого. Ты что? Битва на трубах! Лови курицу, индюшачья морда. Надеюсь, ты любишь кексы, мой кексик. Похоже, сегодня не твой день. Сейчас я угощу тебя гуакамоле. Довольно. Хватит вести себя как дети. Это он начал. Вы вообще понимаете, сколько у вас общего? Вы оба ушли на покой и перевезли свои семьи в пригород. Оба целыми днями спите. Вы, по сути, одинаковые. У меня волосы лучше. Ну, а я местная телевизионная знаменитость. Пап! Ну, ладно. Но только потому, что я ненавижу переводить еду. То, что ты положил свою трубу, говорит о том, что ты без защиты! Асталависта, бэйби! Нет! Странному парню досталось. Вы, наконец, заметили меня. Слушай, пап, прости, что я солгала, но мы с Линком нравимся друг другу, а вы против из-за вашего прошлого. Ребята, вы правы. Нам следует извиниться. Вы не... не мы. Да, мы сами уже не мы. Погляди, мы даже не смогли разрушить этот жалкий реставр. Ну, если вы такой старый и дряхлый, отдайте мне ледяную базу. О, я продал ее, чтобы открыть магазин матрас. Променять зло на матрасы! Мой дубовый матрас – само воплощение зла. Тебе нужен новый матрас? Купи у меня. О! Я уложу вас на самый мягкий и уютный матрас! Мы положили конец их извечной вражде. И это обошлось вам всего в 272 доллара. Спокойно. Я все улажу. Отцовский бумажник. Все-таки я немного злодей. Разделим расходы. Бумажник моего брата. А-а-а!